Здравствуйте, ребята во всем мире, исламисты, христиане и инаковерующие. Я считаю, что нами опять манипулируют власти. Они нас в кровавую бойню хотят затащить, как было это, в Первой мировой, во Второй мировой войне, когда погибли миллионы людей. А что они поимели от этого? Власти, государство, прячется уже, настоящая власть, она спряталась за государствами, за всякими альянсами, а власть у тех, которые печатают деньги. Они на кровавых деньгах хотят мировое господство какое-то, или что-то, я не знаю, какие-нибудь там планы, но очевидно, они нас сталкивают все время постоянно, людей, которых одни ценности. Нет таких восточных и западных ценностей. У всех людей ценность – это семья, у всех людей ценность – это жизнь, у всех людей ценность – это их дети. Они нас хотят столкнуть сейчас, восточную религию, которая, кстати, занимает в мире намного меньше территорию, чем западная религия христианства. И не надо, вот сейчас очень умные люди рассказывают, что Восток – кровавая религия. Они, если мы посмотрим на географическую карту, в Америке христианская религия, в Австралии, в Евразии, в Африке тоже христианство есть, и есть христианство и на Востоке. Мы должны все жить, я считаю, мирно. Наши народы – это ценность. Мы защищаем деревья какие-то, охраняем растения и животных из вымирающих. Но народность – это тоже очень важная ценность, которая каждая на своей земле должна процветать по своей самобытной культуре, по своей религии. И мы должны друг к другу уехать только в гости, пить чай, кофе или другие напитки вкусные, водочку в России. И не воевать между собой. Потому что посмотрите, вот, например, на этих людей. Они тоже были беженцами, беглецы. Это дядьки мои, братья моей матери. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, их эвакуировали в Москву. Там их использовали для плохого дела. То есть помогли, ну, их смутили, рассказали им о равенстве, там, так далее, всякие эти басни, что будет государство, которое будет для людей, счастливое государство. Они помогли уничтожить, очевидно, в России хозяина. И после этого, в 1938 году, когда они стали не нужны своему государству, их просто ликвидировали в одну ночь, 26 марта 1938 года. Их взяли, этих людей. И остались живы только Роберт, один из семи братьев. Седьмой брат фотографирует эту фотографию. И одна сестра осталась жива, у которой было двое детей, они сейчас живут в Москве. Остальных всех, в принципе, ликвидировали людей. Почему ликвидировали? Потому что они уже знали в 1938 году, что они пойдут на Латвию. У них уже планы глобальные дальше были, как играть людьми. Потом, у меня здесь нету фотографии, Но такая же история произошла с братьями моего деда. Мой дед умер уже в 1938 году, естественной смертью от болезней. Но его братья, девять, им сказали, что у вас немецкая кровь, и вы должны идти в Фатерлянг, чтобы будет война и так далее. Их советские войска передали в оккупированной Польше немецким войскам, с которыми дружили тогда. И по какому-то пакту, там, тайному, не тайному, не знаю, передали этих людей туда. Братья деда сказали им, что женщины и дети могут ехать в Германию, а вы должны послужить фюрером, чтобы попасть туда. Их использовали, кинули обратно в Россию, то есть сделали их военными. И никто не был военный человек. Их сделали военными. И все они в Волховских болотах были разбомбованы, там, два с половиной месяца, или сколько там мне рассказывал дядя Алекс, единственный, который с одной ногой остался жив. Он рассказывал, как их там и свои, и чужие, как говорится, как он говорил, на нас кидали бомбы. Это, в принципе, было массовое убийство, которое прячется за словом война, священная война. Нету священной войны. Война – это массовое преступление, организованное людьми. Представьте, люди, мы сами войны не можем организовать, потому что у нас нет ни оружия, ни желания воевать. В основном у нормальных людей нету такого желания. Это все производят люди, которые печатают деньги, воруют деньги у своего народа, или занимают у тех, которые печатают деньги. Люди, не дадимся на провокации, не будем воевать между собой. Давайте жить дружно, как говорил Коп Леопольд. Счастливо. Представьте. Нормул Слиерс меня зовут, живу в Риге. Я за мир и против войны. По национальности ты кто? Я по национальности латыш, считаю себя латышом. Но я вырос и на русской культуре, которая хорошие фильмы и разные видела материалы, и на латышской культуре. Немецкий я не умею. Это был язык моего деда, Вилхова Мавиера, который жил в Латвии. Работал на словском, он целевелся в бумажном комбинате простым грузчиком и учился на третьем курсе. Но он, к сожалению, уме. Уже до этих событий.